Малаканство Ученые точно не знают, кто раньше появился, Духобора или Малакания. Но если все-таки логически рассуждать, по всей вероятности, Духоборы раньше, а Малакания попозже. Духоборы — это начало XVIII века, а Малаканство ближе к середине XVIII века возникает. Потом здесь был такой логический переход из Духоборчества в Малаканство. Существует даже одна такая история, она романтическая, может быть, в какой-то мере это легенда, предание, но с элементом истины исторической. Как вообще Духоборчество стало превращаться в Малаканство? Одним из основателей Малаканства считается вот тоже тамбовский крестьянин Семен Уклеин. Он по роду своих занятий был портной, портняшным ремеслям занимался, Семен Уклеин. Но у Семена были еще и очень сильные духовные устремления. Он любил Библию. В отличие от Духоборов, он любил читать священное писание. Читать, толковать, беседы вести библейские с народом. А коль он переходил из села в село, брал заказы на шитью одежды, у него была возможность общаться с большим количеством людей. Он беседы устраивал духовные. Народ его за это почитал. И в народе его прозвали даже Блаженным по православным понятиям. Блаженный Семушка. Так часто его называли. Ну, как-то Семен Уклеин пришел в одно село, Притамбовское, село Горелое, по своим портняшным делам. И там познакомился как раз с Иларионом Паверохиным, с проповедником Духоборов, с одним из вождей Духоборческих. А у Илариона были три дочки на Воденье. Одна из них, в общем, понравилась Семену, что он решил жениться, на ней женился и остался, как в народе говорят, в зетях. То есть жить у тестя, с тещей. В начале жизни шла тихо, мирно и спокойно. Жлаг был полный. Потом начались споры. Споры между зятем и тестем. По духовному. Да, по духовному. Да, духовная борьба началась. Очень напряженная. Семен стал настаивать на том, чтобы весь акцент, весь фокус перенести на Библию. Значит, он укорял. Тестя. Да, и всех его последователей и домышленников. Вот вы, Духоборы, почему вы отставили в сторону Библию, а животную книгу на первое место водрузили. По Библии мы должны жить. По Библии исповедовать веру. Значит, на этой почве большие разногласия, споры. Эти споры привели к тому, что Семен Уклеин размежевался с тестем. Покинул эту семью. Мы же вместе с женой. Создал свою группу, там же в этом селении, группу из тех, кто его поддерживал, кто разделял ее взгляды. Эта группа быстро стала расти. Появилось много последователей у Уклеина. Да, и он предпринял даже такую вот акцию смелую, публичную. Он решил войти в город Тамбов, в губернский город. Торжественным маршем, торжественным шествием. Торжественный вход устроить. Ну, как сейчас есть такая традиция. Марш Иисуса. В конце мая, в больших городах, когда верующие всех конфессий, собираются, идут по центральной улице города. С плакатами, с пением, с музыкой, с проповедями короткими. Семен собрал своих последователей. Что решили они так пройтись по центральной улице Тамбова. С проповедями, с пением салмов. Ну, и когда эта акция была устроена, то полиция разогнала. Всех Семена арестовали. Посадили в Острог местный. Но продержали, правда, недолго, где-то полгода. Отпустили. Недолго. Отпустили. И тогда Уклеин пустился странствовать по разным городам, населениям. Из Тамбова пошел в Балашов, в Саратовской губернии, потом в Царицын, в Астрахань. И везде, где бы он ни останавливался, очень быстро возникали новые группы, новые общины. В Саратовской, в Астраханской губернии, в Царицынской губернии. Везде, по следам Уклеина, очаги возникали. А вот по поводу названия молока не правда, что это значит молока что-то? А вот что касается названия, то существует три версии. Одна версия связывает это слово с тем, что они во время Великого Поста православного не воздерживались от скоромной пищи. Употребляли в пищу молоко, молочный продукт. А это по православным понятиям считалось нарушением поста. Коли вот они пьют в пост молоко, значит они молоками. Так православное население их якобы окрестило. Есть еще одна версия, связанная с тем, что много было молоканских поселений на берегу реки Молочная. Это в районе Запорожья. Это Запорожья. Река Молочная, крупные общины молоканские там возникли. И третья, с которой они сами согласны, это стих из послания Петра. Там где говорится, возлюбите чистое словесное молоко, от которого вы можете возрасти во спасение. Отложите там вот то-то, то-то, то-то и возлюбите чистое словесное молоко. А что значит чистое словесное молоко? Да, учение Христа, Евангелие, Слово Божие. Ну, Клейн разработал вероучение молоканское, где как раз отметил, что Библия должна быть в основе всего. В основе нашей веры, в основе нашего поклонения. В вероучении было отмечено, что на богослужебных собраниях мы должны петь только тексты Библии. Коль Библия главный источник вероучения, значит, не только проповедовать на основе Библии, не только беседовать по библейским темам, но и петь надо Библию. А в буквальном смысле. И вот сложилась такая традиция молоканская, успевать псалтирь библейскую, и не только псалмы поют молоками, но какие-то отрывки там из книг пророков могут взять, из посланий Павла, из Евангелия целую главу, и пропеть ее от начала до конца в такой вот старорусско-народной манере. Ну, православие, что же у них появилось? Пение с подголосками. В молоканстве, как мы уже с вами отметили, тоже такая ведь появилась экзотическая, это прыгунство. Молока не прыгуны. Отсывай. Прыгаю в сторону. Что для них было характерно? Это бурное собрание эмоциональное с элементами хороводов народных. Ну, нельзя сказать, что там, чтобы танцы у них были такие бурные, больше похоже на хоровод, на спокойный такой медленный танец народный. Это вот старое такое издание у меня, «Духоборцы и молокани». Это путевые заметки художника Горещанина. Он много путешествовал по вокзалу, по Кавказу, и там оказывался он в молоканских собраниях разных, ну, и записал свои впечатления. Неизвестно, кто был Горещанин по вероисповеданию, православный или вообще неверующий. Так что доверять ему на сто процентов тоже нельзя. Он мог что-то слишком преувеличить. Он уж чувствует, когда читаешь, что его не осуждаете, или все-таки он приедем приезд. Это не прослеживается, когда читаешь. Ну, сейчас вот мы посмотрим. Вот маленький кусочек. Пока моление не началось, разговоры идут о посторонних предметах. Несмотря на страшную жару и духоту в избе, большая часть сидит в полушубках. Почему-то в полушубках сидели. Ну, вот пресвитер возвышает голос. Ну, чего бы нам нынче читать? Не гораст я и прежде был читать-то, и теперь глаза плохи стали. Читай уж ты, брат, Иван Власич. Нет, Яков Никифорович, где нам до вас? Читайте уж вы. Да тут, видишь, глаза-то плохи стали. Ну, да, пожалуй, давайте вот прочитаем из апостола Иоанна. Пресвитер надел очки и начал читать одно из посланий Иоанна. Иоанна, останавливаясь на каждой фразе для толкования. Объяснения были часто произвольные, иногда неправильные. Напротив, были такие, которые отличались здравым смыслом и практичностью. Вот видишь, братцы, что апостол-то приказывает нам не ссориться. А у нас вот третьего дня ребята на покосе повздорили, да и даже до заседателя дошли. Вот уж этот апостол нам не велит делать. Случаем, как ежели до спор дошло, то ступай прежде к старичкам. Они рассудят и помирят, и поцеловаться заставят. И тогда дело конец. А то, ишь ты, что вздумали, заседателя беспокоить. Тут грех только один. Так вот. Ну, давай читай дальше. Вот такие толкования, такие комментарии. Походу. Окончив таким образом главу из апостола, пресвитер сказал народу, «Ну, теперь спойте что-нибудь, ребята». Тут собрание, видимо, оживилось. Один из помощников пресвитера открыл псалтырь и, посоветовавшись с соседями насчет выбора предмета для пения, громко произнес первую фразу какого-то псалма. Это вот традиция у духовоборов еще применялась. Вначале прочитывать текст, псалма, затем поют все вместе. И в баптистской церкви тоже она перешла. Духоборчество, малаканство, баптизм. У малакана были запевала. Те, которые читали текст, их называли проказчики. Проказчик, тот, кто произносит вслух. Ну, тот, кто начинает, тот запевала. Запевала, а за ним и вся толпа начали выпивать ее под общий тон наших простонародных песен. Только еще более заунывно. Так следовала фраза за фразой. Пресвитер выговаривает стих, остальные подхватывают его и тянут однообразно, долго-долго. Поют малакане очень громко. Бабы визжат так, что пение раздается от одного конца деревни до другого. Бывало вечером в субботу, когда затянут в нескольких собраниях, ничем нельзя заниматься. И двери, и окон закроешь. Нет. Пение под самыми окнами. После пения послали на полный большой коврик и, став вокруг него, начали читать молитвы, и стоя, и с коленопреклонением, пресвитер, кромка, остальные вслед за ним. Потом опять сели по лавкам и запели. Затем разместились кругом все избы и начался обряд целования. Кроме пресвитера, который никому не кланялся, а только первый принимал лабызание других, каждый, Иван или Петр, например, обходил всех, каждому три раза кланялся в ноги, это по ветхосоветному обычаю, наверное, и два раза целовался с каждым. У духоборцев мужчины целуются только с мужчинами, а женщины с одними женщинами. У молокан не так. Здесь и мужики, и бабы, все перецелуются между собой. С тем только правилом, что мужчины, вероятно, как высший чином, исполняют это первые. Во все время церемоний, поклонов и целований пение продолжается. Ну, потом заключительная молитва. Это обычное молоканское собрание с точки зрения верещания. А вот где-то здесь есть еще прыгунские. Чем прыгунские отличались? Прихожу я на бдение прыгунов. Время было уже за полночь. У них покаявшийся и чувствующий в себе духа считает долгом высказать свое восторженное состояние. Начинает его сначала подергивать и шатать, как пьяного. Потом все топают, скачут, вертятся, прыгают на лавке, даже на стол. А то схватятся за стол, налягут на него, да и таскают по хате. И мужчины, и женщины. А женщины еще пуще мужчин. Азарт этот, пожалуй, будет понятен, если принять во внимание, что прыгуны, большей частью, народ молодой, которому тяжелы буританские правила, секты, запрещающие всякий намек на светское веселье, пение, пляску и тому подобное. Так или иначе, они накрепляют это лишение и, как видно, с лихвою. К тому же, надо было знать, что молятся молокамы очень долго. В день их продолжаются по 4, по 5 или более часов сряду. И это в жаркой душной избе, в лугую ночь и так далее. Здесь вот по поводу музыкальных инструментов замечания такие есть интересные. Как особенно сильный аргумент в защиту восторгов при молитве приводится молоканами пример пророка Давида, певшего, пресавшего и игравшего на гуслях перед ковчегом завета. В деревне Новой Саратовки, где я также останавливался, желание более точного подражания любимому пророку привело прыгунов к мысли раздобыться и гуслями. Но так как гусля достать не могли, то заменили их барабаном. И таким образом славили бога в песнях и тимпанах, так как последнее слово по выговору подходит к барабану. В бытность мою в Саратовке барабан этот уже не существовал. Он произвел такой соблазн, что даже сами сторонники этого нововведения решились его уничтожить во избежание раздора и разделения. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Вот его выводы после посещения Малахана Прогунов. Еще немножко напомним. Несогласие чистых с Прогуновем. У нас же чистыми назывались основные молокания. Эти последние понимают догматность посланий верующих Святого Духа в самом крайнем смысле. Они учат, что это сошествие Святого Духа проявляется настолько видимо, что в состоянии заставить молящихся приходить в восторг и даже говорить разными языками. Это уже вот такой дипломатический момент в Грослопске. Отличительный. Прогунство. Малакани Прогуны и обычные молакани. Говорение иными языками. Не менее прыганье послужило поводом к раздору между чистыми и Прогунами были отношения напряженные. Они почти не контактировали друг с другом. Чистые не переступали порог молитвенных домов Прогунов. Считали их особо заблуждающимися. И между ними постоянно были раздоры, раздоры. Послужило поводом к раздорову и введению Прогунами новых песен. Вот еще отличительный момент. Если общие молакани пели только тексты Библии, библейские тексты, то молакани Прогуны стали вводить новый репертуар песенный. Не взятый непосредственно из Библии, а просто новые гимны, новые песнопения. Новых песен, составляемых их современными пророками и псалмоперцами. Значит, у них были и пророки. Кроме говорения языками, был такой контингент класс пророков. Песни эти поются до нового лада и обыкновенно предшествуя проиганию своим веселым, все более и более учащающимся напевым, подготавляют и располагают восторгом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok